Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами про такое, я бы сказал, собирательное заболевание кожи, как кожный рог. Кожный рог – это плотное роговое образование различной толщины и длины. Чаще всего он меньше по толщине и больше по длине, иногда он достигает до 15 сантиметров, чаще всего он как рог конической или цилиндрической формы. Цвет его, как правило, желтовато-серый, естественно, что он выступающий на поверхности кожи. Иногда у основания кожного рога отмечается достаточно плотный валик, иногда этот валик состоит из покрасневшей кожи, иногда из кожи, которая по цвету аналогична цвету окружающей кожи, то есть нормальной кожи. Понятие «кожный рог» является таким больше клиническим понятием, то есть это собирательное понятие, это итог развития разных кожных образований. Причинами кожного рога могут быть обычный актинический кератоз, медленно растущий плоскоклеточный рак, болезнь Бавена, сиборийная кератома, например, хронические дерматозы, такие как вульгарная или красная волчанка, лучевой дерматит и так далее. Где наиболее часто локализуется кожный рог? Локализоваться он может на любом участке кожного покрова, однако самая частая из описываемых в литературе мест локализации – это красная кайма губ, на границе губ и слизистой оболочки. Однако он может встречаться и на других участках кожного покрова, наиболее часто на верхних и нижних конечностях, на ладонях, подошвах, стопах, также на ушах волосистой части головы, на лице, бровях, на носу и так далее. То есть на самом деле можно сказать, что кожный рог может локализоваться в любом участке кожного покрова. Как правило, если брать разбор с самого начала образования, то сначала может появиться маленькое пятнышко, покрытое роговыми чешуйками, наслоениями, которое может не доставлять никакого неудовольствия или беспокойства пациенту. Затем оно постепенно, очень медленно растет, расправило в вышину. То есть ввысь как бы верхушка у подобного новообразования заострена, она часто закруглена из-за частых травмирующих действий и так далее. Поверхность достаточно плотная, часто покрыта роговыми чешуйками, особенно верх вот этого кожного рога. Цвет может быть от желтоватого до серого, либо коричневого цвета. Постепенно он все больше и больше растет в длину, причем, как правило, длина превышает ширину подобного образования. Соответственно, что касается диагностики кожного рога, то наиболее часто это обычная клиническая диагностика. Как, кроме этого, диагностировать? Необходимо делать соскоп на окоцитологию, чтобы исключить какие-то онкологические проблемы уже до того, как мы удалим это образование. В ряде случаев, если кожный рог очень большой, делается гистологическое исследование какой-то небольшой части этого новообразования. Естественно, что лечение должно быть направлено на непосредственно удаление кожного рога. Это удаление тем более обязательно, учитывая, что кожный рог является частым провокатором онкологии, в частности, рака кожи, плоскоклеточного рака. Отмечается, что не менее чем 15-20 процентов в случаях кожного рога озлокачествляется в различные формы рака, наиболее часто плоскоклеточный рак. Наиболее часто для удаления кожного рога применяют, как обычный, хирургический метод. Он применяется при очень больших размерах, когда нужно сшивать с помощью ниток тот кожный дефект, который образуется. Это аппаратные методики удаления, такие как коагуляция, лазерное удаление, такие как радиоволновая хирургия и криохирургия, то есть удаление жидким азотом. Наиболее часто используются методики удаления радиоволновым методом и удаления лазером. Удаление радиоволновым методом несколько более предпочтительно, учитывая, что при данном удалении можно забрать гистологический материал для последующего исследования, что достаточно важно, особенно если имеется подозрение перехода кожного рога в онкологию, в частности, в рак кожи. Поэтому для последующей дифференциации, нужно ли удалять рядом левшие лимфатические узлы, нужно ли более глубоко удалять, как раз нам помогает очень сильно гистологическое исследование удаленного новообразования. При необходимости диагностики и лечения такого новообразования кожный рог, вы можете обратиться в наш медицинский центр Платный КВД в Москве, нас принимают опытные дерматологи и дерматонкологи, которые занимаются диагностикой и лечением подобной патологии. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал Instagram. Спасибо за внимание.